Вы слушаете радио Крымреали. С вами Александр Янковский. Напоминаю вам, что нас можно слушать круглосуточно на частоте 105.9 FM, а также можно слушать нас на сайте Крымреали, ну и смотреть видеотрансляции наших программ. Делайте это прямо сейчас в Ютубе и Фейсбуке. Привет всем, кто присоединился к нам в этих социальных сетях. Также можете позвонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Мы принимаем по номеру этого телефона звонки от жителей Крыма, а звонить с других регионов Украины нам можно по телефону 044 490 3118. Итак, какая же главная тема нашей сегодняшней программы? Тема дня Сегодня в центре нашего внимания самый молодой и самый северный город Крыма. Это Армянск. Министерство экономики Крыма подсчитало, что для развития Армянска ему необходимо ежегодно получать не менее 400 миллионов рублей, то есть 200 миллионов рублей на такое текущее поддержание города и 200 миллионов рублей на его развитие. Но что на самом деле происходит с Армянском? Есть ли будущее у этого города, который, напомню, значит в 2014 году был включен в список городов, значит в список монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации, моногорода, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения. И в этот же список включили и Красноперекопск. Вот обо всем этом мы и будем сегодня говорить. Я только для начала приведу цитаты из сообщения пресс-службы Министерства экономики развития Крыма. Значит, бюджет Армянска должен получать 400 миллионов рублей в год для того, чтобы этот крымский моногород мог успешно развиваться. По нашим подсчетам, 400 миллионов рублей – точка безубыточности Армянска. 200 миллионов рублей необходима для содержания города, еще столько же для его развития. Это цитирует пресс-служба министра экономического развития Крыма Наталья Чебан. Добавила она также, что Минэкономразвитие совместно с муниципальными властями Армянска уже создали пул проектов по ряду отраслей, которые необходимо реализовать в регионе для его развития. Разработана дорожная карта для их реализации, назначены ответственные лица организации, ну и так дальше. В частности, значит, создана площадка для проектов в сфере сельского хозяйства, логистики, промышленности, строительства, социального жилья и торгово-развлекательного комплекса. В 2015 году в интервью российской газете глава администрации Армянска Валентин Демидов рассказывал, мы начали разрабатывать новую стратегию экономического и социального развития. Главная задача – уйти от монопрофильности, снизить зависимость города от крымского титана. В планах построить логистический комплекс, который будет обслуживать и таможнюю границу. Ну вот, правда, теперь Валентин Демидов уже его, он не руководит больше городом Армянском, он руководит департаментом в правительстве Севастополя. Кстати, департаментом по территориальному развитию. Ну а в самом Армянске уменьшается население. В 2014 году, согласно российской переписи населения, там жило 21 987 человек. В 2015 году глава администрации упоминал его, господин Демидов отчитался, что население города увеличилось на полторы тысячи человек. Вдумайтесь, полторы тысячи человек сразу за год. Он говорил, что это за счет российских пограничников и таможенников, для которых даже выделили два земельных участка, на которых началось строительство четырех девятиэтажных домов для этих российских чиновников. Только вот Росстат показал, что за год население в Армянске увеличилось всего на 25 человек. А вот дальше началось самое интересное. В 2016 году, по данным Росстата, в Армянске население уменьшилось на несколько десятков человек. В 2017 году еще уменьшилось. А вот в 2018 уменьшение населения стало уже исчисляться сотнями. Итак, что же происходит с Армянском? Почему этот город, самый северный и самый молодой город Крыма, почему из него уезжают люди? И могут ли крымские чиновники что-либо этому противопоставить? Вот это все мы обсудим в нашей сегодняшней программе. Начнем мы нашу беседу с Юрием Соломахой, бывшим председателем Союза предпринимателей Армянска. Юрий, приветствую вас. Добрый день. Юрий, ну, простой вопрос, да? От чего зависит судьба города Армянск? Еще раз, у меня остался сигнал, я не слышал. Да, скажите, на ваш взгляд, от чего зависит судьба города Армянск? Ну, на сегодняшний день зависит от наличия воды. Воды, причем, не для питья жителей города, а для работы крымского титана. Потому что, как ни стараются, ну, вот, ну, в общем, титан является до сих пор фактическим кармельцем города Армянска, а у титана с водой очень плохо. То есть, если на город Армянск тут взбор происходит в территории Херсонской области, поэтому, как бы, проблема не такая жесткая, так не стоит жестко. А танки там, там, на сегодняшний день, ну, у них уже пошли целёные, из того горизонта, из которого они делают. Они пытаются брать в глубоких горизонтах. Я не знаю, что там сейчас получается на сегодняшний день, но проблемы с водой есть, и они продолжают, то есть, как-то, практически нарастать для них. Скажите, а есть ли какие-то альтернативы, на ваш взгляд, у Армянска, кроме крымского титана, кроме вот, ну, вот что будет, если это предприятие остановится? Есть у них замечательная альтернатива. Они её сейчас реализовали в полном объёме. Сейчас, на сегодняшний день, вокруг города Армянска, ну, примерно такое же количество людей, ну, русских военных, в результате очень военная база, другого я не вижу. Вокруг крымского титана, там сейчас стоит примерно, ну, по моим подсчётам, тысяч пять-семь военных, которых обслуживает город Армянска. То есть, понятно. Как центр, потому что, вот я, знаете, захожу на сайт города Армянска, ну, администрации города Армянска, и читаю, что там предполагается, что будет в Армянске созданы какие-то там, ну, промышленные предприятия, что будет развиваться сельское хозяйство, будет развиваться рекреационная отрасль. И к 2030 году вообще, там написано, в случае реализации этой стратегии в Армянске вообще не будет проблем ни с водой, ни с занятостью населения и так далее. Вот как вы считаете, такая... Занятостью точно не будет проблем, потому что, как бы, ну, вот тот народ, с которым я общаюсь, ну, отток идёт нашего народа, заменяется россиянами, ну, особенно в тех... Ну, то есть в госсекторе медленно-медленно, ну, то есть вытесняется женами российских военных, есть управленческий персонал, ну, города Армянска, и люди уезжают. Единственная проблема сейчас, что не могут, ну, продать жильё, чтобы потом что-то купить на территории, либо материковое, ну, в основном, я, с кем я общаюсь, в основном уезжают на территорию материковой Украины. Ну, очевидно, есть такой же отток и на территорию России, просто это не мой круг общения. Сейчас невозможно продать жильё, чтобы потом что-то купить. А вот российские военные, они не покупают это жильё? У тех, кто уезжает? Ну, как бы, не сильно-то они стремятся купить жильё. Я не знаю, с чем связано, может, с тем, что количество денег стало значительно меньше у них на руках, чем в 2014 году. В 2014 году они не считали эти копейки. А сейчас что-то, ну, как бы, цена, если там продажная цена квартиры в 2014 году могла доходить там до 40-50 тысяч долларов, то сейчас, если продают за 16 тысяч, это считают, что неимоверно повезло. Понятно. Спасибо огромное за такую информацию. Юрий Соломах, это бывший председатель союза предпринимателей Армянска, был на прямой телефонной связи со студией радио Крымреали. Напомню, что сегодня мы говорим про Армянск, про этот самый северный и самый молодой город Крыма. Кстати, статус города он получил в 1921 году. Это позже, извините, да. Вообще он был поселком городского типа. Дальше я хотел, чтобы мы сейчас послушали мнение бывшего вице-премьер-министра Крыма, председателя общественной организации «Сила права» Андрея Сенченко. Вот о том, что он думает о будущем города Армянск. Мнение. Говорить о том, как будет развиваться Армянск, он никак не будет развиваться по простой причине, что вообще говорить о каком-то развитии оккупированной территории невозможно по определению, потому что эта территория находится под санкциями. И эти санкции будут длиться до завершения оккупации. Они будут только усиливаться каждый день. И поэтому вот такие примочки в виде моста, еще чего-то, они кардинально абсолютно ни на что не влияют. Я могу сказать одно, что при смене власти в Украине на ближайших выборах будут однозначно закрыты все каналы контрабандных поставок на оккупированную территорию, там, Сарьяна, Зводы, Фьеркаша. Вот это все будет прекращено. И мы намерены повышать цену оккупации для государства-агрессора каждый день. И будем добиваться усиления санкций в отношении Кремля за оккупацию Крыма и Донбасса до того уровня, который уже критическим для кремлевского режима. Мнение. Напомню, что это было мнение Андрея Сенченко, бывшего вице-премьер-министра Крыма, председателя общественной организации «Сила права». Сегодня мы обсуждаем ситуацию с Армянском, вот которому российские чиновники говорят, что ему достаточно будет городу 400 миллионов рублей в год, и город будет развиваться. На самом деле, есть очень много скептических возражений по этому поводу, что дело не в деньгах. Дело, например, в том, что в этом городе нет воды, а единственное такое градообразующее предприятие, ведь почему Армянск называют моногородом? Потому что большинство экономически активных людей работают на предприятии «Крымский Титан». Так вот, у этого самого предприятия, у него есть определенные проблемы с водой, которые необходимы ему для производства. Будет закрыто, если будет закрыто предприятие, то большинство людей в этом городе просто-напросто останутся без работы. Кстати, в соседней России свыше 300 городов являются такими моногородами, и российское правительство, ну, на самом деле, как говорят эксперты, не знают, что делать с такими городами, и как их, ну, вывести из этого статуса моногорода, и чтобы люди оттуда не уезжали. А я хочу, чтобы мы ситуацию непосредственно в Армянске обсудили еще сейчас с Алексеем Стародубовым, директором Крымского экспертного центра. Надеюсь, он есть сейчас на связи с нашей студией и слышит нас. Алексей, приветствую. Доброе утро, Александр. Алексей, по вашей оценке вообще, что происходит последние 4 года с Армянском? Александр, во-первых, очень плохо слышно, но, насколько я понял ваш вопрос, с Армянским происходит следующий процесс. То есть, если во время Украины он был одним из ведущих городов, промышленных городов в Афганомной Республике Крым, и, собственно, химическое производство всей промышленности Крыма составляло четвертую часть, то сейчас же просто-напросто с закрытием возможности доступа к воде, я имею в виду с перекрытием канала северокрымского, и с закрытием возможности экспортировать продукцию, то, естественно, сократились возможности производства геокиси титана, геосфида титана, извините, на дрымском титане, на таком производстве гораздо образующем. И это, соответственно, повлекло социальный кризис. То есть, оттуда начали уезжать люди. Если в Украине там проживало порядка 22 тысяч человек, то в следующий день там уже процентов на 15, по самым скромным подсчетам, российской статистики, уже меньше людей, и эта тенденция, она сохранится, поскольку сокращение производства на крымском титане, оно влечет за собой, как принцип домино, такой начинается, влечет за собой социальный кризис, потому что на это производство были завязаны и образовательные учреждения, которые там были, профессиональные технические училища, в частности, которые готовили специалистов для крымского титана. Это и объекты социальной инфраструктуры в виде дворцов культуры, дворца спорта и всего-всего, то есть это финансировалось за счет этого производства. Соответственно, когда оно занепадает, это все закрывается, и людям просто-напросто негде работать. Людям негде работать, они оттуда уезжают. Алексей, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот есть ли вообще у российских чиновников желание каким-то образом развивать этот город, предложить ему какие-то альтернативы? Потому что я смотрю на сайте города Армянска, там есть стратегия до 2030 года, и там написано, что к 2030 году Армянск преодолеет водные, энергетические, значит, все транспортные проблемы, и станет лидером, значит, по развитию промышленности и внедрения инновации за счет, например, технологического кластера НИАХИМ, индустриального парка, транспортно-туристического кластера и так далее. Насколько, как вы думаете, вот эти проекты могут быть реализованы, там, не знаю, к 2030 году, говорят? Вы знаете, все вот эти вот идеи, которые содержатся в так называемой стратегии социально-экономического развития и Крыма, и потом по отдельности территорий Крыма, в том числе и города Армянска, они больше выглядят на такие пожелания неизбытные, которые крайне тяжело реализовать. Для того, чтобы реализовать такие идеи, о которых вы сейчас говорите, во-первых, там нужна мощная образовательная база, ее там нет. Второй момент, я хочу обратить внимание, что сам крымский Титан, это высокотехнологичное производство, которое было практически полностью экспортно-ориентированно и все производство, которое там, все продукты, которые там производились, они экспортировали за пределы Украины в свое время, ну и в частности России, по большому счету, все экспортировалось в Европейский Союз и в Соединенные Штаты Эмерики. Это предприятие пострадало, естественно, прежде всего, после введения санкций и после оккупации нашего полуострова. Поэтому, собственно, говорить о том, что там будет развиваться сельское хозяйство, это тоже тяжело, поскольку воды нет. Говорить о том, что там будут появляться силиконовые долины и всякие другие идеи, я не думаю, что это приграничный город с точки зрения стратегии военной России, он не входит в число тех городов, которые есть смысл развивать. Я думаю, что это, скорее всего, лозунги предвыборные какие-то, для того, чтобы хоть как-то людей отвлечь из тех проблем, которые существуют на сегодня у граждан, проживающих на территории Армянской. Спасибо. Это был Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра. Мы продолжаем нашу программу. Вы слушаете радио Крымреали, делайте это на частоте 105,9 FM. Кстати, можете позвонить к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки для жителей Крыма бесплатные. Жители других регионов Украины могут звонить нам по телефону 044 490 31 18 в студии Александр Инковский. И мы продолжаем нашу программу. С нами сейчас на связи эксперт Российского фонда Институт экономики города Роман Попов. Роман, к вам такой вопрос. Насколько проблема моногородов актуальна для современной России? Есть ли будущее у российских моногородов? Вообще в России какой-то государственной политики по отношению к моногородам не было. Все признавали их наличие. Были отдельные программы, посвященные отдельным категориям моногородов, типа шахтерских городов. Но системная политика где-то лет 10 назад примерно начала реализовываться. Причем было несколько таких попыток. Поначалу была попытка все моногорода под одну гребенку постричь. То есть был утвержден единый перечень моногородов. Каждый из этих моногородов, входящий в этот перечень, а туда входили начиная от совсем небольших поселков, городов типа Тольятти 700-тысячного, они все должны были по единому какому-то стандарту подготовить что-то вроде программы развития моногорода. Но эти программы рассматривались специально созданной комиссией. И на основе этого комиссия принимала решение, кому давать деньги. При этом деньги давались под какие-то конкретные проекты. Проекты, которые не связаны с деятельностью городообразующего предприятия, потому что это по большому счету только укрепляло монозависимость. А именно те проекты, которые были нацелены на диперсификацию экономики моногорода, то есть на появление каких-то альтернативных центров занятости, альтернативных городообразующему поезду. Но такой подход, когда этим еще занимался Минрегион, впоследствии расформированный, тогда этот подход себя не оправдал, потому что он именно из-за этой списочности, из-за стремления всех под одну ребенку, это очень мало моногородов смогли, а сроки были установлены довольно сжатые, а смогли в эти сроки что-то такое внятное и путное подготовить в виде комплексного инвестиционного плана. По сути, очень небольшое количество городов, несколько десятков получили вот эти средства от федерального центра, даже в тех, которые получили, далеко не везде их удалось действительно конвертировать в диперсификацию. Поэтому потом уже был второй подход к снаряду, был сформирован снова список моногородов, настоящий уже из трех категорий. Категории были поделены по принципу тяжестой ситуации. Первая категория это те моногорода, где ситуация была наиболее критична, вот-вот взорвется, где действительно предприятие закрывалось и находились в состоянии, ну, как бы нужно было что-то срочно предпринимать. Вторая группа, где ситуация была относительно стабильна, но риски были определенные, и третья, где ситуация была относительно благоприятная на данный момент, но тем не менее, в силу того, что они все равно моногорода, они в каком-то смысле также входили в зону риска. И подход был уже провозглашен более дифференцированной. То есть, ну, не всем моногорода изменялось какие-то однотипные принять документы, а уже разные федеральные институты развития целенаправленно работали с отдельными моногородами, с отдельными группами моногородов, уже, ну, как бы входя в ситуацию, ну, почти в таком режиме на нерушном управлении, но более, по крайней мере, сфокусированного. И до сих пор, ну, как бы, какие-то вот созданы фонд развития моногородов, организации, которые, ну, непосредственно занимались решением моногородских проблем, ее клиентами становились тоже моногорода, которые должны были там определенно соответствовать некоторым требованиям, но, тем не менее, это уже такая была более неформализованная. Поэтому в данный момент моногородов у нас очень много. Россия — это мировой рекордсмен по количеству моногородов и по числе самослений, которые в них проживают. Только у нас, да, есть примеры моногородов типа Тольятти, где проживает там несколько сот тысяч человек. — Да, да. А, Роман, вот можете привести какие-то вот позитивные примеры того, как моногорода перестают быть вот моногородами, зависимо от одного предприятия. Вот Армянск в Крыму, он фактически вокруг возник, вокруг одного развился, да, вокруг одного предприятия, это Крымский Титан. Но на предприятии сейчас происходит сокращение персонала. Вот есть ли рецепт для того, чтобы город продолжил жить и люди из него не уезжали? — Ну, я вам сейчас конкретно не назову, но, в принципе, работа такая ведется. Ну, то же самое, допустим, Сургут, как раз из тех богатых моногородов, ну, благодаря тому, что он сидит на стену этой отрасли, он еще раньше задумался уже самостоятельно вне государственных программ динамики динамики экономики. Там ситуация касается одна из проблем с моногородами. А помимо того, что, ну, вот эта понятная экономическая ситуация, ну, поскольку эти города везде возникли как моногорода, там, ну, у населения часто, вот, ну, нету каких-то, ну, развито очень патернаристские настроения, стремление уповать на государство, на корпорацию, которая там решит проблемы, а какой, допустим, предпринимательской инициативы и прочего, там часто с этим плохо бывает, ну, просто потому, что, ну, нету таких традиций. А если города еще и, ну, как бы предприятия городообразующие находятся в тяжелом положении, тяжелой финансовой ситуации, как правило, города редко ну, что называется, начинают самостоятельно разрабатывать, искать какие-то пути выхода из этой ситуации. С одной стороны, а с другой стороны, как не парадоксально, если у города все хорошо, если он достаточно успешен, если он на моногород, ну, как бы от добра добра не ищут, и они по этой причине тоже, ну, редко задумываются о каких-то там путях диверсификации. Поэтому не так много исключений в виде городов, которые, тем не менее, смогли эту проблему, а, осознать, и, б, предпринять в каких-то конкретных шагах для того, чтобы из этого в зависимости избавиться. Спасибо. Я напомню, что с нами на связи был эксперт Российского фонда Институт экономики города Роман Попов. И напомню, что сегодня в центре нашего внимания судьба самого молодого и самого северного крымского города, город Армянск, находится он на трассе Симферополь-Херсон приблизительно на половине этой дороги. И вот какие Симферополь-Херсон Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова То есть это судьба в принципе любого города, да, перестать быть таким моногородом и поменяться для того, чтобы выжить? Абсолютно. Ну, во всяком случае, если этот город хочет быть успешным. Дело в том, что сейчас, если раньше конкурировали, может быть, страны, между собой была гонка промышленности, кто больше произведет и так далее, то сейчас во многом конкурируют города между собой. Границы размываются и открываются. И горожане, особенно айтишники, программисты, выбирают город, где лучше жить. Понятно. Спасибо. Извините, что так коротко. Мы заканчиваем уже нашу программу. Дмитрий Беспалов был с нами на связи, преподаватель кафедры городского строительства. И в завершение, значит, в реалиях на сайте Горсовета Армянска есть голосование о том, как переименовать сквер дружбы в сквер воссоединения или в сквер Крымской весны. А мы тут про какое-то развитие города говорим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова